Девушки отдыхают Этот ноутбук предназначен для офисного сегмента и для тех, кто любит, так скажем, посидеть в интернете с довольно компактного ноутбука. Этот ноутбук довольно компактный, легкий и стильный. И он был выпущен в июле 2011 года. И он выпускался с такими операционными системами, как Windows XP Home, Windows Vista Home Basic и Windows 7 Starter Edition. Пройдемся по портам. В правой части у нас находится разъем для зарядника, разъем для WPA, два USB порта. В передней части у нас ничего нет, кроме как индикатор. В левой части у нас находится слот для SD-карт, два разъема под микрофон и под наушники, один USB порт и один LAN порт для подключения к интернету. Ну а теперь перейдем к раскрытию самого аппарата. Ну и перейдем к его характеристикам. Разрешение экрана довольно-таки низкое. 1024 на 600 пикселей. А диагональ 10,1 дюйма. Он оснащен процессором Intel Atom N450, двумя гигабайтами оперативной памяти. Также у него здесь встроенная графика Intel GMA 300 150 и жесткий диск на 160 гигабайт. Но из-за установки SSD у него сейчас 120 гигабайт дискового пространства. С завода он работает на операционной системе Windows XP Home Edition. Иногда есть и такие модели, которые работают с операционной системой Android вместе с Windows 7 Starter. У этого нетбука есть веб-камера, и она имеет разрешение 1,3 мегапикселя. Такая камера идеально подойдет для видеосообщений. Также у него есть стереозвук. Но из-за того, что мой нетбук, к сожалению, без звука, то мы его не сможем протестировать, к сожалению. Нетбук оснащен традиционной клавиатурой с раскладкой QWERTY. Все ее клавиши имеют большие размеры, за исключением кнопок стрелочного блока. Они сильно приплюснуты. И оптимальные зазоры между клавишами позволяют комфортно набирать тексты. Для тачпата в ноутбуке ответим на большая площадь. Сенсорный манипулятор весьма чувствительный и позволяет выполнять вертикальный скроллинг. Две клавиши под тачпатом заменяют это на цельная полоса. Ее надо нажимать по бокам, чтобы отыклик был лучше. Сёрфинг в интернете на этом нетбуке, ну, так себе. Ютуб здесь для довольности долго загружался. А вот ВК здесь даже не открылся и просто завис. Из-за чего вытекает вывод, что ВК это контора п***. Но он отлично подходит под роль печатающей машинки. Так что почему бы и нет. А вот тест игр на этом нетбуке я не стал делать. Потому что смысл от этого. Потому что один раз я запустил Майнкрафт. Он вылетел с ошибкой о том, что устарели драйвера. А второй раз он запустился. Но вылетел. По итогу я могу сказать, что это довольно лёгкий и компактный нетбук. Из 2011 года. Нетбуки очень редко встречаются в нашей жизни. Их можно купить где-то либо в комиссионках, либо просто на авито. Ну а так этот нетбук очень хорошо подойдёт для печатания документов и для видеосвонков. И на такой ноте можно закончить. Если вам понравилось это видео, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. Также не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А с вами был Джестер Дэвил. Всем удачи и до новых встреч.